Виктория Каштаненко возмущается. Путин поручил ввести российские войска на территорию ЛДНР. Об этом говорится в указах о признании ДНР и ЛНР, которые Путин подписал во вторник. Виктория, а вы не слышали о боевых бурятах, а вы не слышали о боевых столкновениях по Доловайскам, Дебальцамам? Это военные действия, военные действия, в которых участвуют регулярные части Украины и России. И российские войска давно на территории ЛДНР, сейчас вопрос более интересный возникает. Будет ли Путин двигаться дальше, продвигать войска? Да, кто-то на Совете Безопасности предложил захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Очень надеюсь, что у них хватит мозгов понять, что, во-первых, им это не удастся. Во-вторых, это начало процесса, который может закончиться в Москве. Но хорохольцы им, это же во многом то, что сейчас происходит, вот эта пропаганда войны, пропаганда силы российской армии, это во многом абсолютно пропагандистская словесная кампания. К счастью, они страшные трусы, чекисты, страшные. И они не специалисты, они не военные специалисты. И у них из военных специалистов Сергей Кожугетович, МЧСник тоже, я бы не назвал его Жуковым или, там, не знаю, Рокоссовским. Вот. Так что надуваться, пугать всех остальных, они могут, а действовать маловероятно. И они это понимают, что приятно. Так что поручил ввести войска на территорию ЛНР, ДНР. Ну, пока это демонстрационные действия больше, чем какая-то реальность. Посмотрим. Они вполне могут пойти на авантюры. Во всяком случае, попробовать провести, там, мелкие провокации. Это в их стиле. Вот. Хотя бы для того, чтобы понять степень подвижности, что ли, украинских властей, украинской армии. Проверить, так сказать, пощупать ее дееспособность. Это они могут. Но, мне кажется, побоятся. Проверить. Проверить. Проверить.